Почему люди выбирают себе эту профессию? До сих пор остаётся для меня большим вопросом. По 10 часов в сутки стоять в операционной и нести огромную ответственность, решая вопросы жизни. Хирурги, конечно, и избранные люди. И наш сегодняшний герой из их рядов. Владимир Соболевский оперирует в Российском онкоцентре имени Блохина и руководит отделением реконструктивной и сосудистой хирургии. Крупнейший хирург нового поколения. Его специальность связана не только с лечением рака, но ещё больше с качеством жизни пациентов после рака. По сути, он пластический хирург, делает косметику, но несколькими разрядами выше, чем в нашем традиционном понимании. Возвращает к нормальной и красивой жизни людей после тяжёлых онкологических операций. Мы заходим в перевязочную, где ожидает осмотра Владимир Турапин. Он из Новороссийска. Ему была удалена большая злокачественная опухоль, а затем на месте операционной раны была проведена реконструкция мягких тканей и костных структур. Всё вместе позволит человеку в дальнейшем жить самой обычной, нормальной жизнью. Руки поднимаются, опускаются, всё ещё полсидент. Всё нормально. В общем, всё отлично. Дышать? Воздуха хватает? Болей нет? Нет. Ну, понятно. Очень хороший доктор. Таких бы побольше было бы нормально. Владимир Анатольевич, расскажите о Вашем отделении. Каких больных в нём излечивают? Ну, отделение занимается очень широким спектром патологий. Очень широким спектром патологии. Отделение называется реконструктивно-пластическая хирургия. Как я говорил, оно создано уже 7 лет в нашем институте и создано по образу и подобию подобного отделения в клинике М.Д. Андерсон в Америке. То есть здесь Вы переняли опыт штатов? И опыт мы перенимали, и вообще структура отделения построена таким же образом. То есть как схема, как основа. И в плане профессиональном, конечно, сотрудники отделения очень часто ездят, принимают участие в конгрессах и ездят на стажировки в западные клиники. А как же обязательно? Таким образом, тот род хирургии, которым Вы здесь занимаетесь, он начался в Штатах? Нет, не могу сказать, что он начался в Штатах. Примерно параллельно он начался и в России, просто в связи с особенностями строения российского здравоохранения, организации. Да, подобные отделения существуют только в крупных институтах, как онкологический научный центр. Не могу сказать, что во всех онкодиспансерах этим занимаются, или районных, или городских, или областных. Это есть далеко не везде. Вот сейчас Вы отправляетесь на операцию. Что это будет за операция? Сегодня у нас совместная операция с отделением опухоли главы шеи. Михаил Алексеевич Кропотов оперирует. Там речь идёт о раке дна полости рта. Распространённый процесс с врастанием в тело нижней челюсти. И опухоль удаляется, выполняется половинной резекцией нижней челюсти, удаляется слизистая дна полости рта, часть кожи лица. Это онкологический этап. Такие длительные операции выполняют обычно несколько бригад. Хирурги удаляют сейчас опухоль, делают лимфодисекцию. Дальше сотрудники моего отделения, я в том числе, мы берём фрагмент собственных тканей. В данном случае это будет гребень подвздошной кости с кровоснабжающими его сосудами. Это довольно сложный метод реконструкции. Берётся и костная часть, и мышечная, и фрагмент кожи. Обратите, это откуда берётся ещё раз? Фрагмент костей таза. Само взятие этого лоскота не приводит к никакому функциональному нарушению в донорской области. И за счёт костной части восстанавливается дуга нижней челюсти, и кожный фрагмент замещает слизистую в полость рта и кожу подбородочного отдела. Таким образом, в общем-то, качество жизни этого пациента несравнимо лучше, если бы просто это всё удалили и ничем не замещали. Человек в лучшем случае бы носил какую-то повязку. Очень бы здорово нарушилась функция желания пищеварения, артикуляции, речи и так далее. А так практически мы полностью это всё восстановим. Какой будет жизнь пациента, который выйдет из операционной? У него будут, безусловно, визуально заметные швы на лице, но тем не менее он будет более социально адаптирован, нежели не делать никакую реконструкцию. Но всё-таки эта операция не из самых распространённых. Чаще всего встречается рак молочной железы, как я понимаю. Поскольку рак молочной железы, как и во всём мире, так и в России, на первом месте среди онкопатологии у женщин, конечно... А простите, а вот за 7 лет, которые вы работаете, наблюдается рост таких заболеваний? Да, безусловно. И надо отметить, что, к сожалению, отмечается увеличение пациентов молодого возраста с этой патологией. Если раньше в среднем рак молочной железы приходился на 4-5-10 летия жизни пациентов, то есть это были уже зрелые женщины, то сейчас, к сожалению, очень много пациентов 20-25 лет. Вы это с чем-то связываете? Чем-то можно это обосновать? Такая тенденция во всём мире. К сожалению, вообще рост онкозаболеваемости во всём мире примерно темпы одни и те же. Много есть наследственных форм рака молочной железы, то есть порядка 10%, наверное. Всего рак накапливается в популяции мутации генов Берси-1, Берси-2, что вызывает, практически кодирует развитие ракомолочной железы у молодых женщин. Москвичке Светлане Тутовой только вчера сделали операцию. Ей удалили одну молочную железу и провели её полную реконструкцию. А когда Вы узнали о Вашем диагнозе? Я узнала в сентябре прошлого года. Я сразу же обратилась к врачу. Но, знаете, я для всех женщин хотела бы сказать это. Я внимательно очень следила за своей грудью. Но если грудь не маленькая, очень трудно в ней что-то найти самостоятельно. Я нашла самостоятельно, как и многие женщины, сразу же пришла к врачу. Но, да, я вовремя пришла. Но мой рак оказался очень злокачественный и очень агрессивный. Я общалась со многими женщинами, которые сразу же не попали на таких докторов. Потерять всё-таки грудь – это очень большой эмоциональный стресс. Но доктора в этой клинике позволили мне его избежать. Как Вы помогаете этим женщинам? Сейчас об этом заболевании известно очень много. И основное, что известно, что рак молочной железы – это целая группа полиморфных заболеваний. Потому что у кого-то это быстро развивается, у кого-то это медленно течёт. И сейчас выделяют, ну, как минимум шесть иммуногистохимических подтипов рака молочной железы. Каждый из которых требует специального лечения. Нет единой универсальной формы лечения для всех пациентов. В нашем отделении этим пациентам выполняются как сохранные операции. Сегодня при раке груди не обязательно удалять грудь целиком. Если опухоль небольших размеров, далеко от центральных отделов железы, от соска и ареолы, если объём молочной железы позволяет, то можно выполнить радикальную резекцию железы, удалить только сектор железы и лимфозовой подмышкой, и грудь сохранить. Это оптимальный вариант для женщин. В ряде случаев мы вынуждены удалить всю ткань железы. И в ряде случаев возможно сделать сразу реконструкцию, потому что не всегда мы должны удалять кожу молочной железы. Удаляется только железная ткань, так называемая мастектомия с сохранением кожи. И выполнить тот или иной метод реконструкции. Тут довольно большой спектр сегодня есть. Это и синтетические материалы, различные импланты, и собственные ткани. Есть целый спектр кожно-жировых лоскутов, которые можно взять в различных участках тела женщины и переместить для того, чтобы восполнить контур-объём молочной железы. Вообще у меня была очень красивая операция. Казалось бы, мне радикально убрали молочную железу. Но тем не менее, сегодня, когда я пришла в перевязочную, я увидела, что она на месте. Потому что есть волшебники-доктора, мне обещали 6-8 часов, но всё прошло за 4 часа. Мне удалили молочную железу полностью, левую, и удалили даже лимфоузлы, которые к ней прилегают. Но у меня остался совсем маленький шрамик на груди, и грудь на месте. Мне сразу же её сделали новую, ещё лучше, чем была раньше. Теперь, даже когда она чуть-чуть заживёт, она будет выглядеть гораздо лучше моей здоровой груди. Но доктор обещал и это подправить. Вот в последний год идёт большая дискуссия о том, хорошо или плохо ставить имплантанты. Скажите, пожалуйста, ваше авторитетное мнение по этому вопросу. У здоровых женщин, которые хотят исправить форму и объём молочной железы. Ну да. Это совершенно безопасно. Опять-таки, в Америке проводились массивные исследования рандомизированные, которые показали, что частота развития онкопатологии у женщин с силиконовыми имплантами ничуть не выше, чем у остальных женщин. Это безопасно. Другое дело, что таких медицинских показаний для установки импланты здоровым женщинам не так много. Существуют, в общем-то, ситуации, когда имеется выраженная асимметрия молочных желёз. Это может быть связано с целым рядом причин. Существует так называемый синдром Поланда, когда это с детства у девушек отсутствует грудная мышца и не развивается молочная железа. Это здоровые женщины, которые наверняка испытывают, в общем-то, психологический дискомфорт из-за того, что у них очень выражена, либо отсутствует вообще одна молочная железа, либо выраженная асимметрия по объёму и форме. Существуют ситуации, когда после беременности, кормления родов, выраженный птоз молочных желёз, то есть выглядит неэстетичная железа. Ну, я считаю, в этих случаях оправданы эстетические операции на молочной железе. Откуда берутся все эти тогда разговоры такие массированные? Вы знаете, массированные разговоры берутся из-за того, что, ну, до, наверное, боюсь ошибиться с датой, там, с годом точно, но где-то в 90-х годах, до 90-х годов в Америке силиконовые импланты были запрещены. Куча всяких там теле, кинозвёзд выполняли операции по увеличению груди, но ставили не силиконовые импланты, так называемые солиновые импланты. Это силиконовая оболочка, наполненная физиологическим раствором обычным. То есть импланты ставили и тогда, просто были запрещены силиконовые импланты, именно потому, что проводились исследования о том, как влияет силикон на развитие заболеваний. С 90-х годов исследования FDA, Food and Drug Administration, показали, что это безопасно, и сейчас это одна из самых распространённых эстетических операций в Америке. Как лечащие врачи, женщин, перенёсших такие тяжёлые операции, что Вы наблюдаете, как они психологически переносят эту ситуацию, как они себя начинают чувствовать после операции? Ну, вообще, это, знаете, это очень большая проблема, потому что, к сожалению, в нашей стране очень мало информации о заболевании для пациентов. В той же Америке 90% пациенток с этим заболеванием, приходя в клинику, знают об этом заболевании практически всё, вплоть до методов лечения и методов реконструкции молочной железы. У нас, к сожалению, такой информации очень мало, и мы вынуждены с пациенткой... Вообще, конечно, для любой пациентки такой диагноз – это стресс, это шок, и она не очень хорошо воспринимает информацию о том, что ей предстоит довольно длительное лечение, ведь операция – это только часть лечения этого заболевания. В ряде случаев мы начинаем с операции, а в ряде случаев пациентки вынуждены проходить предоперационную химиотерапию, иногда лучевую терапию, и только потом дело доходит до операции. Даже в тех случаях, когда мы начинаем с операции, после операции, как правило, у них то же самое – и химиотерапия, и гормонотерапия впереди. Поэтому, в общем-то, такой довольно большой объём информации на них сваливается сразу. Естественно, в общем-то, это страх смерти, и не в последнюю очередь это страх потери органа. Для женщин в любом возрасте утрата молочной железы – это психологическая проблема. И опять-таки на Западе, в штате таких клиник, существует психолог, который с ними разговаривает. Ну, у нас эту роль выполняет, в общем-то, лечащий врач, хирург. Плачет? Ну, по-разному. Это зависит от психологического типа женщин. Есть очень сильные волевые женщины, которых сам этот диагноз, наоборот, заставляет как-то мобилизоваться, собраться. А кто-то, наоборот, раскисает. Во-первых, мы даём объективную информацию всем о заболевании. То, что в советские годы придумывали какие-то легенды, от больных скрывали их диагноз. Опыт показывает, что это неправильно. Пациент должен знать прогноз и перспективы лечения своего заболевания. Тем более, ещё раз говорю, что на сегодняшний день лечение рака молочной железы находится на очень-очень хорошем уровне. И пациентов с первой-второй стадии заболевания, ну, с первой, так в 90, более чем в 90 процентов удается вылечить. Ну, я никому бы, наверное, не пожелала услышать такое. Я даже стихи писала. А вдруг из вашей карты вывалится вам в руки бумага, и вы поймёте, что дни сочтены, что вы теперь против рака. Да, жизнь изменилась сразу вдруг. Всё стало неважно. Все ценности переоцениваются. Очень тяжело услышать этот диагноз. Я два месяца находилась в глубочайшем шоке. Я ни с кем не разговаривала, кроме своего мужа и, конечно, докторов. Но, знаете, потом я пришла сюда и увидела таких же женщин, как я. И они очень мне помогли. Они многие уже были излечившиеся и просто наводили красоту. Но они помогли мне выйти из этой депрессии. Не надо ничего бояться, надо идти вперёд. Всё это победимо. И главное, что я верю и всегда верила, что мне поможет моё лечение. Позитивный настрой – это очень важно. Ну, и скоро я буду ещё красивее, чем была до этой болезни. Владимир Анатольевич, а почему Вы пошли именно в эту область хирургии? В онкологию или в реконструктивную хирургию? Начнём с онкологии и продолжим в реконструкции. Ну, сложно сказать. Во-первых, я считаю, что онкология – наиболее быстро развивающаяся область медицины. А реконструктивная хирургия в онкологии позволяет наиболее полно раскрыться каким-то творческим. Вообще, это же сродни эстетической хирургии. Я Вам так скажу, что реконструктивная хирургия намного сложнее, чем просто эстетическая хирургия. Потому что мы тут должны соблюдать и онкологические какие-то принципы, и потом, что касается молочной железы, здоровую молодую девушку просто увеличить. И объём молочной железы – это по техническому уровню, это операция для ординатора-аспиранта. А сделать грудь, когда её удалили целиком, и так, чтобы это было эстетично и симметрично с контрлатеральной молочной железой, это намного сложнее. В общем-то, это такая творческая, эстетическая работа. При которой не нужно искать, где проще, не нужно искать лёгких путей. Конечно, конечно. Мы часто бываем в российском онкоцентре имени Блохина и знаем, что подобные героические ответы абсолютно заурядны для хирургов этой клиники. И уж тем более для Владимира Соболевского, за плечами которого три самых ярких имени российской онкохирургии, которых он называет своими учителями. Три академика, три глыбы, три крупнейших хирурга и организатора. Николай Николаевич Терапезников, предыдущий директор российского онкоцентра, Михаил Иванович Давыдов, директор нынешний, и Мамед Джавадович Алиев, директор Института детской онкологии. Этот вопрос мы задавали Михаилу Ивановичу Давыдову, Мамеду Джавадовичу Алиеву, и теперь задаём вам, что общего у хирурга и охотника. Ну да, у нас многие в институте этим увлекаются, охотой. И тут во многом, конечно, сыграл свою роль Михаил Иванович, он яркий лидер такой, и, в общем, всё, чем он увлекается, остальные коллеги хотя бы хотят попробовать и посмотреть. Ну, охота – это настоящий мужской отдых, и это тоже, в общем-то, в какой-то степени адреналин. Там тоже есть свои правила и законы, там тоже есть, так скажем, зазор для какой-то инициативы. В основном это адреналин, наверное, из-за этого. Ну, это же очень опасно. Ну, а оперировать, вы считаете, не опасно? Вы знаете, сколько в России в среднем продолжительной жизни хирурга, мужчины? Чуть больше 50 лет, по статистике. Намного меньше, чем в других отраслях и специальностях. В связи с тем, что это тоже, в общем-то, хирургия – это острые ситуации, связанные, так скажем, с необходимостью быстро принимать решения, так же, как и на охоте, в общем-то. Это природа, это красиво, это умиротворяет. Есть возможность, на охоте не только бегают с ружьём по лесу и стреляют, там и отдыхают потом. А как вы попали к Михаилу Ивановичу в этот центр? Ну, вы знаете, в общем-то, во всём есть роль случая и доля какой-то случайности. Ну, то, что я хотел заниматься хирургией, я знал с первого курса. Но сначала мне хотелось заниматься нейрохирургией, я там участвовал в научном студенческом обществе, ходил, занимался студенческой хирургической работой в институте нейрохирургии Бурденко. Потом мне, в общем-то, поработав там, мне показалось, что это не настолько интересно. Было потом другое увлечение сосудистой хирургии, и я ходил, дежурил, много времени проводил в российском сосудистом центре, тогда это была 57-я больница в Измайлово. Там много было экстренных операций для студента, там дежурить было очень интересно. И давали делать какие-то простые сосудистые операции. И, в общем-то, первый раз за границу я попал тоже именно в клинику, в отделение сосудистой хирургии. А потом так получилось, что, в общем-то, в 94-м году я заканчивал институт, и собирались открывать какое-то отделение сосудистой хирургии в онкологическом центре. И я пришел на собеседование, в общем-то, сюда, к Мамеджиавадычу Алиеву. Он мне рассказал, каким спектром патологии занимается отделение, что вот эта область совершенно здесь не развита, и это востребовано. И вообще, так скажем, он очень доходчиво и ярко рассказал про отделение. И мне понравилось, и я пришел сюда. Ординатуру, аспирантуру я проходил в отделение у Николая Николаевича Трапезникова, там же, где работал Мамеджиавадович. Не могли бы Вы рассказать нам немного о Трапезникове? Ну, так знаете, в двух словах тяжело. Это был настоящий ученый, был крупный, яркий человек, с таким очень громким голосом, с таким ярким чувством юмора. Может быть, в этом вопросе несколько уступал Михаил Ивановичу. И в плане, допустим, хирургической деятельности, наверное, тоже Михаил Иванович более яркий хирург, безусловно. Но Николай Николаевич Трапезников был великий организатор. Очень многие направления в центре получили развитие именно при нем. В частности, и он, кортопедия, которой занимается Мамеджиавадович, как отдельная специальность, в общем-то, появилась при Николая Николаевича Трапезникова. Он тоже был охотник, он тоже очень увлекался охотой, да. И первый раз я на охоту попал, вот, наверное, с Николаем Николаевичем. Как известно, хирургия – это особая каста врачей. Хирурги-онкологи – это просто высший пилотаж хирургии. А хирурги-охотники, видимо, это просто элита, хирургическая элита в онкологии. Расскажите, пожалуйста, что вас объединяет? Вы очень верно сказали, что онкологический центр и хирургический, особенно отдел вообще онкологического центра, полон такими яркими людьми. А если человек яркий, профессиональный, он, как правило, во всем, к чему он прикасается, он такой же. Нельзя быть блестящим ярким хирургом и каким-то серым, инертным человеком в жизни. И Мамед Жавадыч, и Михаил Иванович, да и Николай Николаевич вот были действительно во всех сферах своей жизни совершенно одинаковыми. Они такие же яркие, профессиональные, увлеченные всем, чем они занимаются. Они занимаются с полной отдачей, увлеченно. Я много чего переосмыслила. Мне кажется, я даже немного счастливее стала, чем раньше. Теперь. Знаете, мы просто разучились радоваться простым вещам. В этой гонке, в этой гонке, зачем-то мы не можем остановиться и посмотреть вокруг, что вокруг нас происходит. Многие вещи теперь для меня стали неважны. Много у нас на самом деле хороших людей на свете. Много у нас на самом деле. Субтитры создавал DimaTorzok